30 лет зона отчуждения живет своей жизнью. Никакой цивилизации, только законы дикой природы. За это время здесь могли бы вырасти три поколения. По другим меркам, это период полураспада Цезия и Стронция. Но время берет свое. В Чернобыльской зоне началась 30-я весна. Валерий Юрко – известный орнитолог. Его профессиональный стаж богат 10-летним опытом работы на зараженной территории. Вахтовый метод подразумевает две недели полевых выходов в Припятском заповеднике и две недели обработки информации в Минске. Я орнитолог, занимаюсь изучением птиц города Минска. Численность видовая достигает около 200 видов. Это сопоставимо даже с территорией заповедника, на которой я работаю сейчас. Там отмечено 225 видов. Фотоаппарат – рабочий инструмент в руках современного орнитолога. Благодаря усидчивости и редкому везению Валерия Юрко можно увидеть белорусскую экзотику. И редких птиц, и богомолов, и тарантулов, и черепах, и даже медведей. Припятский заповедник стал общим домом для самых разнообразных видов живой природы. Человек некоторые вещи не понимает. Иногда я смотрю по телевидению, как люди пытаются спасти какой-то вид, предпринимают такие огромные усилия по спасению этого вида. А на самом деле нужно оставить только кусочек живой природы для этого вида, в котором он исконно обитал. И не тревожить. Природа все поставит на свои места. От Минска до Хойников – 4 часа езды, 330 километров. Этот провинциальный город – ближайшая точка, куда можно попасть беспрепятственно по пути в Чернобыльскую зону. Затем, кто бы то ни был – работник заповедника, туриста, журналист или бывший житель отселенных деревень – потребуется исполнять свод строгих правил. Это один из самых известных и популярных маршрутов. Дорога ведет из Хойников на КПП Бабчин. По названию деревни, которая была эвакуирована в 1986 году. Конечно же, попасть в зону отчуждения не так уж и тяжело. Она не огорожена колючей проволокой. Но делать это без специального вот такого разрешения не рекомендуется. Госнадзор работает исправно. И если человека поймают на этой самой территории без разрешения, без сопровождения, штраф может составить более 10 миллионов рублей. Бабчин – не только название деревни, но и отправная точка. В первую очередь для светлых умов. Здесь расположена научная часть Полесского радиационно-экологического заповедника. Именно сюда стекаются все тайны белорусской стороны Чернобыльской зоны. Мы исследуем процессы перераспределения радионуклидов, выпавших после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И второе главное направление – это развитие животного и растительного мира после того, как был снят антропогенный пресс. То есть ушел человек. И этот пресс очень существенный и значительный. И в этой связи мы наблюдаем сейчас, в общем-то, резкое возрастание биоразнообразия как животного, так и растительного мира. Ученые уверены, уникальная экосистема складывается благодаря стечению целого ряда обстоятельств. Первое и самое важное – никакого давления цивилизации. Второе – отсутствие физических границ. И третье – изменение климата, когда все глубже в Беларусь продвигается фауна, характерная для степей. Давайте такой пример. Зубры. В 1996 году завезли 16 особей. Специально подбирали в Беловежской пуще. Сейчас их более 120. Андрей Долгий возглавил инспекцию природоохраны Гомельской области полтора года назад, после большого скандала в зоне отчуждения Ветковского района. Обвинение в незаконной охоте было предъявлено двум десяткам человек. В деле были повязаны действующие сотрудники целого ряда структур. Теперь Андрей Андреевич восстанавливает репутацию области и экологию района. Тяжелее стали работать с бракомерами в том плане, что изначально, зная об ответственности, наступающую за незаконную охоту, незаконное рыболовство, люди заранее планируют свои деяния, заранее планируют встречи, заранее планируют те действия, которые они будут принимать в случае задержания, в случае пресечения, как физические действия, так и моральные действия. Гомельская инспекция природоохраны свои рейды может начинать фактически от крыльца офиса. Специфика города такова, что его окружает сплошная вода. Это и искусственные, и естественные водоемы. Только протяженность одной судоходной реки Сож в черте областного центра составляет 11 километров. За год удается поймать до нескольких десятков нарушителей. Браконьерничают в основном сетями. Есть примеры, когда ловили и по 10, и по 20 килограммов рыбы, а только ущерб в таких случаях достигает и 30, и 60 миллионов рублей. Некоторые браконьеры попадаются неоднократно. Поэтому многих знаем в лицо. Потому что даже несмотря на высокие штрафы, которые им выносят суд, они не прекращают свою деятельность. В период нереста браконьеров меньше не становится. Почти жалуются инспекторы природоохраны. Каждую неделю попадается такой нарушитель, против которого возбуждают уголовное дело. Правда, и поймать таких людей непросто. Ведь каждый из них понимает меры ответственности. А вот вы не знаете, почему браконьеры существуют? Это жадность человеческая. Ну вы ж не браконьерничаете. Мы ж старые, что это самое воспитание, когда деды лупцевали, залишили рыбу. Этот резервуар в шутку можно назвать музеем моря чудес. Здесь собрана богатая коллекция различных снастей, орудий и уловок. Паук подлёдный. Принцип действия. Сперва изначально проследуется лунка, после чего сеть прослевывается в лунку. После, последовательно, мы опускаем именно саму методические прутины, которые в дальнейшем подо льдом раскрываются вот в такую незамысловатую, вот такое вот устройство. Как говорят инспекторы, почти каждую снасть, где использована сеть, можно считать браконьерским орудием. У каждого экспоната импровизированного музея своя история. Она записана на бирках, когда и где изъято, наименование и размер снасти, номер дела. Правда, век таких невыставочных экземпляров недолг. После суда все идут на уничтожение. Древнее приспособление. Оно создано ещё, видите, здесь непростая леска. Здесь используется медная проволока. Природы мало шансов перед браконьерами, да? Мало. Скажу мало, да. То есть, если дать слабинку чуть-чуть, то это будет, конечно, катастрофа. Артём Дудаль, говоря про катастрофу, нисколько не преувеличивает. Ведь те, кто встал на скользкую дорожку, способны на любые уловки и жестокость. Инспекторы знают это на собственном опыте. Я первый раз такое вижу. Ну, вот это ноу-хау у браконьеров. После наезда на такой ёж, колесо надо выбрасывать. Зону отчуждения называют открытым радиоактивным источником. Насколько она опасна, изучают в Припятском заповеднике. Каждая лаборатория экспериментально-научного комплекса буквально заставлена оборудованием. Здесь реализуются и отечественные, и европейские, и программы союзного государства. Учитывая самые напряжённые дни, проводится около 5000 измерений в год. Особенность территории нашего заповедника заключается в том, что она в большой степени была загрязнена топливными выпадениями. То есть диспергированные частицы ядерного горючего выпали на всю территорию. А поскольку это именно ядерное горючее, то они и содержали все трансурановые элементы, которые обладают большим периодом полураспада. Основные усилия направлены на изучение радиоактивного загрязнения леса. Чистая древесина, а точнее условно чистая, может использоваться в сельском хозяйстве, к примеру, для строительства технических зданий. Сложность в том, что эффективность регистрации америция достаточно низкая. Порою измерения длятся сутки или двое. Есть трансурановые элементы. Это вот изотопы плутония и америция-241, у которых громадный период полураспада. Плутония 239-го – 24 тысячи лет. А они опасны чем? Попадание в органы дыхания. Анна Васильевна Мельникова из зоны отчуждения практически никогда не уезжала. Да и сейчас никуда не собираются. Слишком много дел. Да и зачем? Зима-то уже позади. Бывает скучно, бывает страшно. Бываю всяк, всяк бываю. Бываю на власти и на местной, и на высшей, и развыше, недовольная. А потом сяду, подумаю. А чем мне плохо? Буслы прилетели, качки прилетели, гуси прилетели. У соседей Анны Васильевны в деревне Березки большие потери. Три дня назад умер ее старый знакомый Станислав Михайлович. Ему было еще больше – 86 лет. На здоровье стал жаловаться только год назад, когда подвело сердце, рассказывает его сын Михаил. Не радиация его доконала, что называется? 86 лет прожить? Нет, абсолютно. Ни Станислав Михайлович, ни его жена родной дом покидать не захотели. Поначалу было страшно. Даже продукты отвозили на экспертизу. Когда радиации в картошке, яблоках и водке не нашли, окончательно решили дом никому и ничему не отдавать. Но время все-таки берет свое. Морозовку закопали, круговку закопали, отшесоруднюю закопали. Сюда же уже люди не поедут, наверное? Нет, будут, наверное, закопать в наше село. Будут закопать. В трагическом списке ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС белорусские фамилии стоят одними из первых. Благодаря им по этой земле можно ходить без страха получить смертельную дозу радиации. Тем не менее, существующая проблема не имеет срока давности, но требует постоянного вложения труда и средств. Много есть еще нерешенных вопросов. Требуются еще дополнительные какие-то наблюдения. И поэтому я ожидаю, что ученые двух стран, да и, наверное, органы федеральной власти, которые этим занимаются, наверное, будут выходить с инициативой продолжения программы в том или ином виде. Поэтому мы ждем этого. И как только эта инициатива будет проявлена, мы, естественно, это готовы поддержать. Накануне мрачного юбилея зона отчуждения приобретает особую популярность, открывая пути для паломничества журналистов и модных нынче блогеров. Российские коллеги понимают, Чернобыль был общей проблемой для Советского Союза, остается и для союзного государства. Но при этом признаются, сейчас мало кто понимает, что самое пострадавшее место оказалось не то, где произошел взрыв, а куда подул ветер. После развала СССР бороться с последствиями Беларуси пришлось фактически самостоятельно. И боролись, и победили, как обычно убеждают белорусы. И поэтому, наверное, даже хочется посмотреть не столько на заброшенные домашние, хотя, конечно, это о многом говорит, а именно на людей, которые с этим делом боролись, с этим жили, снимали, мыли дома, снимали грунт, чистили, сколько там сказали, 120 районов в Беларуси, из них 118 страдало, это обо всем говорит. Наравлянский район – один из самых отдаленных. Учитывая особенности зоны отчуждения, наверное, и самый дикий. Как и везде на зараженной территории, здесь запрещен любой промысел – и охота, и рыболовство, и собирательство. Сам по себе заповедник, оно место очень уникальное, но, с другой стороны, и опасное. Когда находишься в заповеднике, надо соблюдать определенные меры предосторожности, потому что все же радиация, она действует на человека, и она очень пагубно действует на человека. С другой стороны, радиация отпугивает людей, здесь никто, как правило, не бывает, и заповедник он сам по себе манит. Бояться волков белорусам несвойственно. Только зарегистрированных ружей на руках охотников Гомерской области – 18 тысяч. Это две армии, шутят инспекторы природоохраны. Площадь зоны отселения – 400 тысяч гектар, а богатства природы, виданные и невиданные, так и манят любителей острых ощущений. Последний пример – это вот несколько дней назад было, также на этой же территории радиоэкологической, был задержан гражданин, который незаконно добыл ося. Пришлось идти в болото, болото тоже такое, и страшно как-то. Иногда бывает идти неизвестно, что под водой. Каждый год в Гомельской области выявляется около двух тысяч нарушений и преступлений против экологии. В минувшем изъято 42 километра сетей, почти сотня ружей. В общей сложности наложено штрафов едва ли не на 5 миллиардов рублей. И похоже, это противостояние человека и природы никогда не закончится. Тем более, как мы знаем, ближайшие 24 тысячи лет эта территория для цивилизации останется неприкасаемой. Получается, горькая судьба такая. Но из, вот мое мнение, что из всего горького, тяжелого, трагического в какой-то мере, надо всегда искать какое-то рациональное зерно. Человек на ошибках учится. И вот эта вот ошибка, какая бы она тяжелая ни была, она должна все-таки дать что-то рациональное. Бабушка Аня говорит, что ее рецепт бодрости в постоянном присутствии духа. Ее сестра по несчастью из Наравлянского района бабушка Юля, которая пережила многих родственников, в том числе и сына, тоже, кажется, никогда не сдается. Сейчас бабушка Юля нянчит правнука, печет блины и встречает гостей. Почти всегда улыбается. Но и в этой народной мудрости чувствуется какая-то грустная нотка.